Самый зеркальный ответ, о котором говорил президент, сегодня дали в российском Минобороны. Собрав генералов и адмиралов на специальном совещании, министр Шойгу обозначает конкретные сроки для оборонных предприятий. В течение 2019-2020 годов нам необходимо разработать наземный вариант комплекса калибра морского базирования с крылатой ракетой большой дальности, который хорошо зарекомендовал себя в Сирии. В эти же сроки нам предстоит создать наземный ракетный комплекс с гиперзаговой ракетой большой дальности. Уже известные калибры, впервые запущенные в 2015-м из Каспийского моря и поразившие цели в Сирии, преодолев полторы тысячи километров, что называется приземлят, как и ракетные комплексы «Кенжал», чтобы запускать можно было и суши. Это существенно сократит и сроки производства нового ракетного оружия, и расходы на него, тем более, когда поставленная президентом задача скорректировать гособоронзаказ без дополнительных затрат в тех рамках, что уже были сверстаны. Так что, объявляя о новых разработках, Россия не намеяно втягиваться в гонку вооружений, как бы не пытались спровоцировать, разворачивая у наших границ американскую систему ПРО. Причем не только в Румынии и Польше, но еще и Японии. Те же самые установки МК-41. Она формально развертывается для того, чтобы запускать противоракеты, и тем самым реализовывать американские планы противоракетной обороны. Но эта же самая установка может использоваться для запуска ударных крылатых ракетов, что является прямым нарушением договора о ракетах средней и меньшей дальности. Отвечая на вопросы студентов в Таджикистане, Лавров снова напомнил. Все заявления США о якобы нарушении договора России бездоказательны. Ни одного факта нам предоставлено не было. Зато сами США уже давно ведут работы по созданию ракет наземного базирования дальностью более 500 километров. Россия, как известно, теперь действует точно так же. И до тех пор, пока американская сторона не будет готова к переговорам, все собственные переговорные инициативы замораживает. Александр Борисович.